Мобильные пункты обогрева необходимы при сильных морозах, снежных заносах и в Гололедицу. Их располагают на участках трасс, где поблизости нет ни кафе, ни заправок, чтобы в случае поломки автомобиля или происшествия водители и пассажиры могли рассчитывать на помощь. У нас на территории области разворота 7 таких пунктов. Это на трассе М1 в Сафоновском, Ярцевском, Смоленском, Вяземском и Красненском районах. В Красненском районе, вблизи таможенного поста, возле населенного пункта Красная Горка. И Брянское направление – это в Починковском и Ярцевском районах. Такое расположение пунктов позволяет спасателям сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации на автотрассах. Но здесь помогут не только в экстренных случаях. В мобильном пункте можно просто согреться, попить чаю, зарядить телефон. Для водителей это огромное подспорье. Однако подобные случаи в статистику МЧС не попадают, так как уж очень они незначительны по оценкам спасателей. За период праздников на пункты на территории области обратилось 59 человек. Соответственно, всем абсолютно была оказана вся необходимая помощь и отзывы пока только положительные. Пункты укомплектованы мобильными радиостанциями, одеялами и необходимыми медикаментами. Кроме того, здесь есть тепловые пушки для отогрева авто, жесткие сцепки, электрогенераторы, паяльные лампы и другие технические средства. Площадка, видите, позволяет. Можно остановиться здесь, вызвать техничку, подремонтироваться, обогреться, отремонтировать машину и двигаться дальше. Сотрудники МЧС всегда готовы прийти на помощь, но все же они настоятельно рекомендуют в сильные морозы и во время действия циклона воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. А если все-таки без поездок не обойтись, водителям советуют быть крайне осторожными. Ольга Курцева и Вячеслав Нестерков. Новости СССР.